Всем привет! У нас наконец-то в город пришла весна. Вместе с ней пришли дождики. И я, кстати, видела даже первую в этом году радугу. Но я выбрала солнечную погоду, чтобы снять свою кота-коллекцию зонтиков. Она, правда, очень маленькая, и поэтому я покажу вам ее совместно со своими аутфитами. Так что, кому интересно, оставайтесь со мной и всем вам приятного просмотра! Полностью автоматический зонтик фирмы Zest. Сам зонтик очень качественный, ему не страшен сильный ветер, и он имеет широкий купол, на котором изображены кошки-королевы. Под этим куполом можно спрятаться даже вдвоем от дождя. Мне очень импонирует этот рисунок, а именно тем, что кошки здесь нарисованы как люди, и то, что они находятся в роскоши и богатстве. Примерно как-то так я представляю из себя. А сам зонтик выполнен фиолетовой тональности, и, кстати, он удобен для ношения в сумочке, так как он складной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Зонтик, естественно, в одно сложение, и на нем изображены на молочном фоне коты-джентльмены. Сам зонтик смотрится очень светлым, позитивным, и лично мне поднимает настроение. Правда, для моего невысокого роста данный зонтик в сложенном виде великоват, но я его все равно очень люблю, к тому же он очень прочный и качественный, и выдержит, наверное, даже ураганный ветер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Зонтик в три сложения, ручной, то есть он не автомат, от фирмы Лотос Блюм. Очень нравится его необычная, нестандартная резная форма купола и то, что зонтик выполнен в моей любимой гамме. Здесь изображены кошки, голубые, синие и фиолетовые, в светлой тональности, и поэтому зонтик дает нежное и романтическое настроение. Хотя, если честно, образ этого дня в целом не соответствует этому романтическому настроению по моим понятиям. Но, тем не менее, зонтик сюда также пришелся бы, кстати, особенно если вдруг надумал бы пойти дождь. Субтитры создавал DimaTorzok Это все мои кота-зонтики. Я предупреждала, что коллекция у меня с ними небольшая, но, конечно же, это далеко не единственные зонтики в моем арсенале. Их намного больше. И я на фото вам покажу мой самый-самый любимый зонтик, на котором кошек-то и нет. Но он действительно мне очень нравится за его небольшой размер в сложенном виде и большущий купол, когда он раскрыт, а также тем, что он полностью автоматический, а его расцветка подходит под всю мою одежду, так как я люблю именно бирюзовый цвет. И, естественно, это также не единственные возможные образы с кота-зонтиками, к тому же у нас бывает и лето. А летом также может пойти дождь. И вы видите пример, как я еще могу собраться и выйти на улицу. Например, в образе Алисы из Страны Чудес. Это мой, кстати, кролик, и зовут его Кекс или же Ласково Кексик. Это, конечно, постановочные кадры, и тут снова нет дождя, но такой образ у меня имеется. И фотомонтаж, кстати, моих рук дело. Но из того, что я могу вам показать на данный момент, это пока что все. Остальное не запечатлено ни на фото, ни на видео. Зато в завершении этого дня нам попался мужчина, который решил прочитать стихи о любви, написанные Шекспиром. И прочитал этот стих он хорошо и с душой, поэтому я решила включить его в данный ролик. Мешать соединению двух сердец я не намерен. Может ли измена любви безмерно положить конец? Любовь не знает угли и тлена. Любовь над миром поднятый маяк, не меркнущий во мраке и тумане. Любовь звезда, которую моряк определяет место в океане. Любовь не кукла, жалкая в руках у времени, сжигающего слезы на пламенных очах и на щеках. И не страшны времени угрозы. А если я не прав, и лжет мой стих, то нет любви и нет козыков. Спасибо. Я очень надеюсь, что данное видео вам понравилось, как и моя коллекция кота зонтиков. И вы за них поставите мне пальчики вверх. Также не забывайте подписываться на мой канал и на мою группу ВКонтакте. И, конечно же, оставляйте везде комментарии. Я на этом буду с вами прощаться. Всем удачи. Пока-пока. Субтитры подогнали Симон.